И продолжаем тему олимпизма. Белорусские спортсмены к играм в Токио собираются завоевать около 100 лицензий. Это прогноз от Министерства спорта и туризма. И кажется, эта цифра названа для перестраховки. Скорее всего, в Японию поедут больше атлетов. Другой вопрос, какие задачи они там будут решать. Мы не станем подсчитывать наших фаворитов сегодня. За 7 месяцев до игры это слишком легкомысленно. Пока очевидно одно. С точки зрения финансирования сборов, условий для работы, нареканий нет. Белорусский подход давно известен. Это централизованная подготовка с запкнутым циклом. Тренировки, питание, восстановление сосредоточены в одном месте. Давайте посмотрим, как это работает. Сосновый Бор, целебный воздух, природные ключи, которые питают исток реки Тростянки. Здесь живут и тренируются белорусские атлеты. Стайки – крупнейшая спортивная база страны по подготовке национальных команд. В этом уникальном даже по европейским меркам объекте после недавней реконструкции созданы все необходимые условия. Здесь могут тренироваться спортсмены по 20 видам спорта. Это все виды единоборств, легкая атлетика, тяжелая атлетика, гимнастика. Ежедневно ежедневно 520 человек там может проживать. Где-то команды выезжают, где-то приезжают, где-то больше-меньше, но практически все номера в гостиницах заполнены. Все спортивные сооружения эксплуатируются. За исключением тех, которые еще не сданы в эксплуатацию, но они скоро будут сданы. Поэтому все объекты задействованы и на год составлен график проведения учебно-тренировочных сборов. После единственного белорусского золота на Олимпиаде в Бразилии внимание к прыжкам на батуте резко возросло. Возросла ей ответственность, поэтому мелочей при подготовке к Японии быть не может. В распоряжении команды не только батуты. На стенах развешаны камеры. После исполнения элементов атлет подходит к телевизору и сразу же проводит анализ своих действий. Тут же помощник сообщит все об амплитуде прыжка и точности притемления. А еще новые технологии позволяют сделать вид спорта менее субъективным. Никому ничего не прощают, потому что у нас сейчас судьи только оценивают только технику. А остальное – высоту, перемещение – это уже все приборы, которые, как говорится, не обманешь. Очень даже нормальные условия, хотя вот у нас в Витебске построили зал, но все равно здесь и медицина, и питание, и они находятся все у нас здесь вместе. Здесь очень хорошие условия. На следующей неделе батутисты уезжают на чемпионат мира. Там разыграют олимпийские лицензии. В Токио реально отобраться троим – двум парням и девушке. Владислав Гончаров сейчас, к слову, лидер Кубка мира. Манежи и залы в стайках часто переживают трансформацию. Уедут на соревнования батутисты, приедут борцы. Для них уже готов ковер. Комплекс работает на профессиональный спорт за редким исключением. Два манежа у нас. Большой и малый манеж – это объекты мирового уровня. На территории СНГ это крупнейшие объекты. Их таких, по-моему, и нет. В Республике Беларусь это тоже крупнейшие манежи. Наши спортсмены постоянно ездят в зарубежные командировки. Но пока ничего более крупного не видели. Не рассказывали? Не рассказывали, да. Идеальное условие – это и восстановительный комплекс. Массаж и банные процедуры позволяют выгнать молочную кислоту из организма и быть готовым к еще более серьезным нагрузкам. О нагрузках могут многое рассказать штангисты. Стайки для них вообще дом родной. Жалко только. Имея боеспособный коллектив, на Олимпиаду поедут только два человека. Старые допинговые грехи не пускают. Среди тех, кто хочет в Токио, и Вадим Стрельцов – серебряный призер Рио. Для того, чтобы работа давала максимальный эффект, Стайки преобразовали в центр олимпийской подготовки. Он стал домом для многих национальных команд, центром управления. Даже повара здесь работают на спортивный результат, считают калории. Мы очень быстро готовим у нас. Вот и калорийно у нас все супы. Едят все салатики. Едят разные салатики. Есть витаминные столы. Салаты у нас очень разнообразные. Много овощей, много капусты. И квашеная, и такая свежая. Морсики клюквенные. Готовим морсики клюквенные. Всегда очень полезно. Для спортсменов они очень любят. Это сели, морсы. Мы приходим сюда между завтраком и обедом, когда спортсмены на тренировке. В печи готовятся тефтели. На очереди куриные бедра. Ну, как бы мы уже практически отказались от майонеза. Салаты мы заправляем только растительным маслом, либо сметаной. Делаем упорно тушеные блюда, отварные. Здесь у нас готовится соусик для тефтели. Сегодня на обед у нас идут тефтели. Гимнасткам можно поливать, да? Этим соусом свои тефтели? Или не желательно? Ну, у нас не гимнастки, у нас батут. И можно? Они отварное берут в обед. Я знаю, что очень сильно помогает поднимать штангу. Это икра и орехи. Как часто они в рационе тяжелоатлетов присутствуют? Икра на завтрак у нас присутствует. Орехи тоже есть. Мы на данный момент работаем с халяльной продукцией. Мы получаем халяльный цыпленок, филе, бедро. Поработаем и получаем говядину халяль. То есть хорошего качества, хлажденку. Ну, спортсменам очень нравится, они довольны. Заходим в закрома. И действительно здесь присутствует икра. Молочная продукция вся с низким содержанием жира. Фрукты – куда же без них? А вот гранат, указанный в меню. Спортсмены выполняют адские нагрузки. И суточный колораж у них куда выше, чем у обычных людей или даже физкультурников. Поэтому не удивляйтесь, все, что указано в меню, съедается. Никого упрашивать не приходится. Андрюша Ариамнов заходит. Ой, конечно, очень хороший парень. Дай ему бог здоровья. Он нас никогда не обходит. Всегда зайдет, всегда поблагодарит. Добавки часто просит? Просит. Просит и макароны, просит и мясо. На сегодня белорусы завоевали 63 лицензии в Токио. 2019 год очень важен с точки зрения отбора на игры. Но не все команды смогли достичь результата и на домашних европейских играх, и на лицензионных турнирах. Борцы вот существенно не добрали. У боксеров тоже кандидатов на хорошее выступление немного. Это все боксеры, это граждане Республики Беларусь. Они тренируются, получают 900 рублей зарплаты. Это, ну, в общем-то, большие деньги. Если сказать нашему рабочему с тракторного завода, или с тонко-суконного, или с химволокна Могилевского и Гродинского, это огромные деньги, 900 рублей. И эти деньги они обязаны отрабатывать. В боксе, как и в других видах, произошли численные сокращения участников игр. Значит, сложно взять и лицензию. О медалях и говорить нечего. К сожалению, есть целый ряд видов, которые на последние чемпионаты мира съездили практически в холостую, и их много. Особенно опечалили потенциальное медальное. Плавание, борьба, легкая атлетика, гребля академическая. А вот байдарки и каное показали себя с лучшей стороны. Тренер Владимир Шантарович говорит, что ничего лучше упорного труда для достижения результата не придумали. Тех специалистов остановили какие-то, может быть, серьезные проблемы. А какие серьезные проблемы? Значит, это работать над собой не хочется, издеваться не хочется. Понимаете? Ну, жить как все, может быть. Стоять на остановке, никуда не спешить. Поэтому сегодняшний, уже в 20 веке, 20 год заканчивается. Я думаю, что сложно будет, если не поменять психологию вот этого производства всего. А что ты вообще можешь делать? Вот что ты вообще можешь делать? Я ничего, мне кажется. И мне кажется, что я ничего не знаю. Поэтому я опять сажусь, начинаю копаться. Стараюсь, сам себе говорю, не повторяйся, не повторяйся, не повторяйся. Пиши что-то новое. Вот так я и живу. В 14 видах спорта квалификационный отбор продолжится в 2020 году. Если же подводить промежуточные итоги текущего года, то на чемпионатах мира и Европы Белоруссиями завоевано 66 медалей. Из них в олимпийских дисциплинах 24. В неофициальном мировом рейтинге Беларусь занимает 28 место по качеству завоеванных медалей, 29 по количеству и 21 место по очкам с первое по восьмое. Продолжение следует...